Тьюринг Тьюринг Добрый вечер. С вами дети Тьюринга. Вы спросите, почему влиятельные белорусы работают именно на территории Российской Федерации? Ну тут все просто. Внимание на экран. Это Министерство иностранных дел Российской Федерации. А это Министерство иностранных дел Республики Беларусь. Дело в том, что ваш МИД входит в десятку самых влиятельных в мире, а наш в десятку самых оранжевых. Итак, на сегодня у нас есть две задачи. Во-первых, мы должны выйти в одну четвертую. А во-вторых, нам, как белорусам, куда важнее выйти к морю. Поэтому первоочередная задача на сегодня — затопить Прибалтику. А конкретно Литву. Босс, может лучше не Литву, а Латвию? Так, Владислав, мы это обсуждали. Латвию нельзя, там шпроты. Ну да, шпроты я люблю. Ладно, давайте Литву. Господа, работаем. Итак, это Владислав, президент Литвы. Согласен. Возможно, не самый влиятельный член нашей организации. Босс, простите, что прерываю. Так, Андрей, я ведь придумал гениальную кодовую фразу для начала наших с тобой диалогов. Использую ее. Да, но она получилась слишком длинной, вы ее постоянно забываете. Сейчас вроде помню. Давай. Далеко-далеко на лугу пасутся ко. Черт. Кони? Нет, не кони. Далеко-далеко на лугу пасутся ко. Кузы? Нет, не козы. Далеко-далеко на лугу пасутся ко. Коровы. Правильно, коровы, пейте, дейте молоко, будете здоровы Здоровы, что у тебя? Плохие новости из Минска Бандиты захватили детский сад и угрожают убить всех, кроме женщин и детей Так и хрен с ним, с этим сторожем Идем дальше, в нашей организации также есть Арина Глава белорусской мафии Да-да, вы не ослышались, белорусская мафия Не молочка, мафия Арина занимается наркотрафиком белорусского кокаина Кстати, ее кокаин пользуется огромным спросом по всему миру Потому что белорусский значит чистый Как вы уже могли догадаться, это Алина Кто придумал повесить на нее табличку с надписью «Это Алина?» Ну, это Алина Кстати, это именно Алина придумала на электробусах писать «Это электробус» Ну что ж, Егор Опытнейший следопыт Чтоб вы понимали, это именно Егор заметил, что у карты тройка нету масти Именно Егор обнаружил, что когда купаешься в ванне, принимаешь ванну А когда купаешься в реке, принимаешь христианство Если вы до сих пор не верите, что Егор опытнейший следопыт, смотрите Егор, найди самого рыжего человека в этом зале Я нашла Я тоже Так-так-так Хоть Егор и опытнейший следопыт, у него есть один недостаток Он всегда ищет по следам Давайте поясню Просто мы прошли обучение в школе каламбуров Поэтому сейчас небольшой ликбез Егор ищет по следам По следам По следам Понял Ну вот Ну вот есть женщины А есть дамы Вот после них, после дам Ну как вам объяснить Вот Арина и Алина дамы Вы же дамы Дамы, дамы Дамы, дамы Понял Отлично Босс, простите, что прерываю, у нас серьезные проблемы Всюду принципы невмешательства Вместо золота плавят олова Но есть приятные обстоятельства Я люблю тебя Это здорово Здорово Это здорово Здорово Это здорово Здорово Я же говорил Занозы Это не так и страшно А я напомню Наша сегодняшняя задача Затопить Литву И вот наш план Андрей Следишь за новостями из Минска Следопыт Заметаешь следы Алина Занимаешься поставками транспорта Мафия Распространяешь свое влияние На территории Российской Федерации Владислав Издаешь указ о легализации Медицинской марихуаны И все Нахрен план Все в Литву Кайфуем Кайфуем Ну и в конце Мы действительно хотим сегодня победить Но есть одна проблема Дело в том, что по белорусскому телевидению Всех влиятельных и известных людей Заменяют на Александра Григорьевича Лукашенко Поэтому для белорусов жюри КВН выглядит вот так В общем, мы приехали в Москву И узнали, что здесь все решает вообще не Александр Григорьевич А некто К.Л.Эрнст Знать бы еще, кто это такой Валдис Пельш Вы же его видели? Давайте я буду показывать на людей в зале И вы кивнете, если это он Ладно Второй ряд Валдис, а вы сами да точно помните, как он выглядит? Если серьезно, Валдис, сможете просто показать, где он? Где? То есть Вы и есть Тот самый К.Л.Эрнст Что ж, у меня есть одна попытка Кирилл Леонидович Карл Леонидович В общем, мужчина Давайте мы сегодня победим Ну а если серьезно, мы ведь действительно с вами еще не знакомы Марк Александрович Константин Львович Очень приятно Львович И как я должен был догадаться? Ладно Если серьезно, Константин Львович Хоть мы только что и познакомились Но вы нас знаете уже давно БГУ Помните? Мы учились у них А ведь учителя всегда продолжаются в детях Дети Тьюринга БГУ возвращается Хоть мы поезды и ноября Дети Тьюринга А ведь у нас есть Дети Тьюринга Добро пожаловать в Казахстан!